Приветствую друзья! Сегодня посмотрим на поистине уникальную конструкцию горизонтального фрезерного станка 100-летней давности. Идея появилась в голове американского инженера из Бостона, штат Массачусетс по имени Джон Беккер. Позднее, в начале 1900-х годов, он основал свою компанию по производству фрезерных станков по металлу, носящие его имя Беккер Миллинг Машин Корпорейшн. Станок, на первый взгляд, представляет собой компиляцию двух конструкций, существующих на тот момент. Возможно, это этап перехода от портальных фрезерных станков к форме горизонтально-фрезерных станков, привычного нам вида. Однако, даже учитывая это, станок имеет весьма необычную и хорошо продуманную конструкцию. Возможно, вы сразу же заметили две регулируемые по высоте опоры для шпинделя и хобота, что представляет собой консоль в привычном нам понимании. Идея крепления штанги с двух сторон к столу далеко не плохая, ведь это в разы увеличивает жесткость конструкции. Также, на хоботе мы можем заметить подвеску-серьгу, что также приближает станок к привычной нам форме. Вертикальное перемещение гипотетической консоли осуществляется маховиком, расположенным на левой опоре сверху, по направляющим формы ласточкин хвост. И, возможно, вы скажете, что это не совсем удобное положение маховика и даже опасное, учитывая рабочее место оператора. Однако, создатель предполагал, что необходимости регулировки фрезы по высоте во время работы не будет. Это будет делаться в начале работы на этапе установки. Правая опора штанги и хобота также подвижна и также имеет ласточкин хвост для вертикального перемещения. Довольно крупный стол имеет три паза для дополнительной оснастки и может перемещаться в двух координатных направлениях, как механически, так и в автоматическом режиме. Да-да, вы не ослышались, стол может автоматически перемещаться как в продольном, так и в поперечном направлениях. И для включения подачи на переднем конце стола есть рычаг. Кроме того, штанга данного рычага выполняет роль упора с автоматическим стопором и включением обратного хода. Самые внимательные, скорее всего, заметят, что для ручного продольного перемещения стола с правого торца станка есть маховик. Но как же с поперечным перемещением? Ведь больше маховиков нет. И тут конструктор также решил быть оригинальным и разместил винт поперечного перемещения рядом с винтом продольного перемещения. Ну а чтобы маховики не мешали друг друга из-за малого расстояния между ними, было решено использовать только один общий. А в процессе работы оператор должен был перемещать маховик с одного винта на другой при каждой смене направления стола. И казалось бы, что эта система не совсем удобная. Но тут надо вспомнить, что станок был оснащен довольно неплохой системой двунаправленной автоматической подачи закрытого типа. Крутящий момент на которой подавался от ведущего вала через систему червячно-колесной понижающей передачи. Говоря о качестве изготовления, стоит отметить, что даже ограничитель вертикальной подачи был изготовлен в виде винта на передней поверхности левой колонны с трапециедальной резьбой. Все вращающиеся шестерни были закрыты кожухами. Для регулировки положения серьги, вылета хобота, а также для смены фрезы, на верхних креплениях данных элементов располагались технологические винты с квадратными головками. Стол перемещался на направляющих типа ласточкин хвост. Учитывая эпоху появления станка, понятно, что привод от двигателя на шпиндель передавался через плоскоременную передачу. А смена скорости вращения осуществлялась перебором ремня через многочисленные ручейки шкивов. Вот такой интересный станочек был создан ровно век назад. Интересно бы почитать ваше мнение про этот станок. Всем спасибо, всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok